Коллекторы малых рек готовят к активному таянию снега. Трубы чистят от иловых отложений, камней и строительного мусора. Так они смогут пропустить больше воды. Внимание улицам в Низинах, Широкой, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу. На правом берегу Богдана Хмельницкого, Выборной, Никитина. Вероника Иванова продолжит. Коллектор на улице Широкой чистят с начала марта. Участок в Низине, а значит в зоне возможного подтопления. Здесь часто стоит вода, как и на соседней троллейной и площади труда. На вооружении служб немецкие установки. От ила коллектор чистят в автоматическом режиме с помощью в данном случае двух установок. Одна машина размывает отложения. По второму рукаву ил и другие минеральные остатки отправляются в цистерну, которую потом вывозят. Гидравлический снаряд дает мощную струю воды, давление до 300 атмосфер. Вывозят ежедневно 20-30 тонн мусора. И это не только ил, но и все, что потоком воды смывает в ливневку. Остатки бетона, кирпич, остатки дерева. Нам нужно использовать вот такую технику. Это вакуумный экскаватор-погрузчик, который позволяет поднимать с большой глубины очень производительно большое количество крупной фракции. Остановить потоп на троллейной в районе Ленинского ЗАГСа – это наказ избирателей. Сейчас, когда 250 метров коллектора на перпендикулярной идущей улице Широкой прочистили, появляется возможность его исполнить. Вся та вода, которая сейчас, по сути дела, не может найти выход, который не стекает, она начнет стекать и, соответственно, ситуация вокруг Ленинского ЗАГСа, она сможет каким-то образом нормализовываться. В прошлом году поставили новый дождеприемник, но кардинальная ситуация не изменилась, как раз вот из-за того, что на улице Широкая коллектор просто забит. Хотя сечение трубы коллектора 2 метра на некоторых участках для отвода воды куда меньше. Диаметр забит почти на две трети мусором и илом. Для профилактики ливневку и коллекторы прочищают каждые несколько лет. И в этом году планируют промыть 15 километров трубопровода. Улица Выборная, улица Никитина, полностью вся улица Мичурина в центральном районе. И еще мы планируем, Богдана Хмельницкая уже закончили, Кашурникова. Это улицы, на которых уже несколько лет не велись работы. Это не проблемные, там вода отвод шлялся. Их надо периодически все-таки промывать, чтобы не уменьшалась пропускная способность. А вот дождеприемники расконсервируют пока не все. Противогололедная каменная крошка может засорить трубы. Двойная работа ни к чему. Вероника Иванова, Дмитрий Кан и Денис Савинский. Новосибирские новости. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.